Всем привет! Меня зовут Катя и я сегодня к вам с онлайн-шоппингом, с Ламодой. Такой карантинный онлайн-шоппинг. И это сейчас как никогда актуально. Сразу скажу, что я к Ламоде очень хорошо отношусь. Периодически заказываю там, заказывала давно уже. Ну, что-то из обуви удобно, чтобы, во-первых, не таскаться по магазинам. Реально, я очень не люблю таскаться по магазинам, потому что это занимает у меня кучу времени. Такой, смотрите, у меня прям какое-то рекламное видео. Нет, оно не спонсировано, к сожалению, как я всегда говорю. Но не об этом. Короче, у меня сейчас была главная проблема в том, что карантин, опять же, магазины закрыты. А размер-то у нас меняются не только от того, что мы там все поправляемся, это уже просто из всех челей это идет. Но есть еще дети, которые растут не просто не по дням, а по часам. И я поняла, что Дашен надо зашопиться конкретно. И сейчас покажу, что вообще мне привезли и насколько это прикольненько или нет. И когда я собрала себе корзину со всем шмотом, я в очередной раз порадовалась. Блин, как клево, что на Ламоде есть дофига брендов. И если раньше их было не так много, то, мне кажется, с каждым месяцем там все больше и больше появляется разных магазинов, которые расширяют ассортимент. Все, выговорилась. Видимо, я на каком-то расслабоне плохо говорю. И что, блин, реально не надо таскаться по всем этим магазинам. Вот нужны тебе вот одни какие-то лосинки. Вот ты ставишь фильтр там типа до 500 рублей, и он тебе выдает там селовские, отжи, акулы. И еще, кстати, очень клево, что есть акулы. Потому что у меня в торговом центре есть магазин этой одежды детской. И я, конечно, от него в восторге. Потому что, если раньше я любила H&M, то в последнее время H&M с детской одеждой, ну, знаете, выдает такое. Если хочется что-то блестященькое, какую-нибудь юбочку, это все там как бы стоит каких-то неоправданных денег. Потому что ты заходишь в акулу, там качество намного круче и цена намного ниже. В общем, все, давайте уже распаковывать. Ну и, как обычно, все привозят в большом таком пакете, который меня очень-очень устраивает. Он был открыт. Кстати, когда я делала заказ, мне потом пришла смс-ка, что нет одной позиции, и, типа, деньги вернут. Не знаю, сколько они возвращают их по времени, но, как бы, прошел день, и не пришло. Кстати, что, опять же, классно, я вчера делала заказ, и сегодня уже привезли. Просто в последнее время, вот, передвижник, я там делала заказ. Я понимаю, что передвижник это не шмот, но, блин, типа, там вообще все было плохо. У меня есть видео на эту тему. И, в общем, давайте открывать. Первое это кигуруми. Не поверите, Даша сказала, что, типа, мама, купи мне, пожалуйста, костюм черного кота. И я, значит, такая, ищу и пижамки, и смотрю, кигуруми черного кота. Она любит леди баг, и для нее, конечно, это прям вот такой вот костюмчик черного кота. Супер, супер. Я думаю, ребенок будет доволен. Это, конечно, кайф. Пока все очень приятно, мягенько, вот такой плотненький. Мне, причем, нравится, что он такой флисовый. Хвост, хвост. Да, вот он, хвост. Потому что какие-то кигуруми есть такие прям плюшевые, как игрушка. Мне кажется, в них так жарко, а этот прям очень приятный. И еще плюс тут даже есть, смотрите, ну, такой подклад. Короче, одобрямс, одобрямс. Пять баллов. Увидела юбочку, решила заказать. Причем, это, мне кажется, я в магазине самой акулы, по-моему, это акула, видела ее и хотела купить. Но Даша тогда выбрала другой. Да, это акула. Вот, я взяла, размер был маленький, там типа 100, ой, она правда большая, 134. Просто она выглядела маленькой, и я ей брала другую юбку, 100 какого-то 30 размера, но она была коротенькая. Это, видимо, подлиннее, но Даша любит длинные, дома ходить отлично. Ну, и на вырос. Посмотрите, она такая красивая, короче, блин, класс. Вообще, я даже в нее влезу, но понятно, что как бы не поймет Даша. Ну, в общем, будет это, будет гонять. Оставлю ей как подарочек на какой-то, какой-то день. Обычно я, знаете, так, ну, понакупаю всего и откладываю, и периодически балую ребенка чем-то, чем-то таким вот прям классненьким. О, себе я заказывала себе спортивные штаны, взяла, причем без примерки, но я брала, типа, там этот L размер, чтобы они свободненько были классно, потому что надо на дачу в чем-то ездить. Просто такие серые штанишки, снизу чуть-чуть они тут на резиночке. Что они там стоят, по-моему, 10 евро. Что там, 900 рублей или сколько-то. Ну, такие они широкенькие. Короче, отлично. Я такое люблю, мне такое пригодится. Вот. И такие вот взяла типа кораллового цвета. Думаю, а почему бы и нет, захотелось какого-то другого. Так, эти уже подороже, мне кажется, они тысячи полторы стоили. И ткань очень-очень приятная. Здесь швы на коленке, что мне тоже очень понравилось. И здесь уже такая резинка на ногах потолще. И мне кажется, они прям классно будут сидеть. Клево. Очень нравится материал и цвет. Правда, очень удачный такой цвет. Не красный, не знаю, как на камере. Он такой вот реально модный. Такой коралловый. Огонь. Опять же, я довольна. Так, пижамки. Дашин взяла пижамку с такой а-ля единорожной ламой. Откроем ее? Не откроем? Откроем. Раз я вам тут все вытаскиваю. Не помню, что за фирма. Смотрела просто визуально, потому что Дашина у меня тоже придирается, блин, ко всяким пижамкам. Я ей в Акуле купила. О, радужные, да, штаны там были радужные. Так как у ребенка, опять же, любовь к единорогам, она будет в восторге. Вот. И вот такая вот тут животина зимняя. Супер, супер. Пижама тоже на пятерку. Еще одна пижама с тоже какой-то тут животиной. По ткани все очень хорошо. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Красота. Ну-ка, ну-ка. Ну, мыр, мыр, мыр. Супер, супер. Классные штанишки в такой мелкий тут горошек. Короче, я тоже довольна. Надеюсь, ребенок тоже будет доволен. Что там еще? Кроссы. Взяла кроссы, потому что ребенку не в чем бегать. Не самый, как бы, вариант, который мне нравился. Но, я смотрю, вживую прикольно смотрится, нормально. Ой, 1900. 1900? Блин, я думала, я подешевле что-то нашла. Короче, да, вот такие вот кроссики блестященькие. И опять же, что это радужное, короче, Дошен будет в восторге. Потому что она вот фанатеет сейчас от всего розового. Что есть такое перламутровое. Тут такие прям бензиновые вставочки. Блин, они очень классно блестят. На фото не видно было, а тут, короче, да, ребенок сто пудов будет в восторге. Взяла лосинки. Да, это лосинки с фламинго. Фламинго девочки тоже любят. Короче, у меня все такое прям розовое. Взяла кроссы. Кроксы. Ребенок тоже без них нет. А что-то вообще, мне кажется, рублей за 500. Такие вот чудесные кроссики. Розовые с желтым. Главное, я ей звоню, говорю, Даша, я заказала тебе кроксы. Такая зачем? У меня же их много. А у нее все кроксы есть, которые они малые. Тут мне очень понравилось сочетание. С учетом того, что дешевых кроксов много. Но, знаете, по цвету они какие-то лоховские. А вот это вот прям стильняшно. Очень-очень-очень смотрится. Короче, две пары обуви есть. И что у нас еще? А, еще одни лосинки. Такие сейчас вот давайте откроем. Они серые, тут с какими-то блестящими звездочками. Ну, все, что блестящее, естественно, это должно у нас быть. И для дачи тоже супер, потому что не будет так грязи видно. Все-таки они серенькие и блестященькие. Короче, супер. Супер. И очень хорошая резинка здесь. Что это за бренд? Опять же, акула. Блин, вот я когда беру, мне прям очень нравится все, что они делают. Они тоненькие такие для лета вообще. Супер, супер. И носки. Заказала носки. Даша на меня тоже. Очень придирчиво вообще ко всему в своем гардеробе, в том числе и к носкам. И здесь у нас такие вот животинки. Такие вот киски. Это кто такой? На мишку похоже. И еще одна киска с ушками. Все, короче, ребенок будет доволен. Все, больше ничего нет. Пакет пустой. Вот, вот оно. Все. Все, вот села на диван. Я просто распаковала прям вот перед камерой вместе с вами. Круто. Я очень довольна. Дашан упакована. Ну, всякие футболочки и прочее-то у нее были. Юбка, конечно, да, великовата. Но она ее реально будет носить, потому что она все время просит. Я даже ей шила юбку длинную. Типа, мама, я хочу прям в пол. Как у принцессы. Чтобы вот прям вот длинная была. И тем более, опять же, что-то блестящее, звездочки. Она это все любит. Короче, очень я довольна. Кстати, я хотела даже еще игрушки посмотреть на ламоде, но что-то как-то не срослось. Бродила, всякие лолы там выскакивали. Это я ничего не хотела покупать. Поэтому подзабила. Что еще рассказать? Ну, круто. Нравится мне, что оперативно у них все быстро. И вот, блин, все в магазине так работали. Потому что, ну вот, я до сих пор еще под впечатлением от магазина Передвижник, что он так налажал с моим заказом. Вот. И, кстати, по поводу, опять же, Передвижника. Мой отзыв не первый такой негативный. Мне в комментариях писали. И что, мол, как-то Передвижничек отвечает на подобные отзывы, видосы. Типа, ну, как бы так. Не особо хорошо. Ну, посмотрим. Если честно, я думаю, что у меня вообще никто ничего не ответит. Поэтому я думаю, что все так и останется. В общем, рассказывайте, где вы шопитесь. Как вам, Ламода? Что там классного заказали? Какие вообще там фишки? Я там так и не разобралась с промо-кодами. Мне кажется, они автоматически там прикрепляются, если они могут действовать. Вот. Надо ли что-то вводить вручную? У меня вот сколько я вводила, что-то ничего, цена в итоге не менялась. Мне кажется, они все автоматом заливают. На этом все. Спасибо большое, что посмотрели. И опять же, давайте в комментариях на тему шмота поговорим. Вот. Потому что я сейчас сижу и думаю, что-то надо было мне еще что-то заказать. А, я поняла. Я не заказала шмот себе еще, потому что там, если на Ламоде берешь больше 10 предметов, то типа примерки и частичного выкупа нет. Я решила, ну, такая, ну, ладно. Себе я отдельным заказом все забью. Кстати, в таких случаях просто, мне кажется, можно второй заказ оформить, и к тебе приедут. Без проблем. Вот. Ну, ладно. На этом точно все. Давайте. Пока.